Доброе утро, мои дорогие! Ну что же, вот и наступила середина июля. Макушка лета. Когда проскочило это время? Кто-нибудь заметил? Я так даже не заметила. Ух. Будет жарко. Вчера было жарко. У меня 32. Вчера было на градуснике. И сегодня будет жарко. Ну, я сегодня никуда ехать не собираюсь. Буду заниматься домашними делами. Вот надо коврик сшить. Режу, режу. Оно все никак не прибавляется. Ну ладно, я начну, а там дорежу, если что. Пошла Егоркина кофта. Штаны ужасные с василька. А это платье Таня носила, когда беременная была с Сашкой. Сейчас вырежу основание коврика, притащу машинку, да и буду шить. Кстати, вечером вчера взяла и покрыла в несколько слоев лаком для волос. И все, и прям другое дело совсем стало. И прям крепенько. Хорошо. Ну что, мои дорогие, вот такой вот ковер у меня получается. Так, я сюда проложила еще ткани два слоя. Ну, такой же практически, чтобы не было тут тонко. Вот. И осталось мне вот это дошить. Вот так у меня получается с изнанки. Вот, сейчас я его доделаю, постираю сразу, чтобы вот это облохматилось. Вот эта ткань, она лохматится. Вот. Будет у меня еще такой вот коврик. Девчонки, я вас прям призываю, не выбрасывать на помойку ткани. Ну что, всю планету засрали. Ну, а так сделали коврик. Можно же прям, ну, я не знаю, можно разноцветный, можно одноцветный, можно как хотите. Ну, и он еще сколько лет прослужит. А то вот привыкли. Вот это сейчас затоваренность, потребители. И все выкидывать, все выкидывать. Не знаю, я вот только из-за этого. У меня было столько всяких ковров и ковриков, которые практически лежали. Новые. Вот Марина мне не даст соврать, я ей отдала. Ну, синтетические. Новые, синтетические. Вот всякие. И лохматые всякие были. Я их не люблю, синтетику эту галимую. А я люблю вот такие. Замусорился, запылился, машинку стиральную кинула, и вот он тебе чистый. Давайте землю-то беречь. Ведь кроме нас-то никто не сделает. Вот так вот, мои дорогие. Не успела я сказать, что не буду выкладывать видео с рукодельными делами на ютубе. И все, сразу отписались за один день семь человек. И отписались, видимо, те, кто смотрит, что я делаю руками. Вот ну как вот быть? Вот как быть, а? Ну, прям не знаю, что и делать. Просмотров мало, комментариев мало, лайков мало. А все это, даже при небольшом количестве просмотров, лайки и комментарии, они все-таки помогают как-то держаться на плаву. Какое-то продвижение все-таки канала. А так вообще никак. Ой, хоть в аналитику в эту не смотри, одно расстройство. Сейчас Саша звонила, завтра уезжают. В общем, они едут с Макариком в одном поезде, но в разных вагонах. Я говорю, ничего, будете ходить друг к другу в гости. Соскучилась, говорит, понятно, и по Дане, и по собаке, и по коту, и по кошке. Вот, хочу еще в Мурманск поехать. Я говорю, ну, подожди, Бог даст, приеду я в Питер-то. Останусь я с собакой и с котом, а вы езжайте. Да, вот животные делают такое. Вот так и не поехать никуда нормально. А Даня тоже смеется, говорит, я как отец-одиночка. С животными там в жаре. Да, ответственность не бросишь на кого-нибудь-то их. Что же делать-то? Вон мы тогда зимой-то с ними на Новый год ездили в Москву, так там-то еще не было. А тайгу с собой брали. В машине везли зимой. А что сделаешь? Ничего не поделаешь. Вот сделали ворота высокие, да, над землей. Хорошо открываются они теперь хорошо. Но теперь проблема. Коты, котята. Толпами, толпами. Толпами эти помоечные. Вот они просто вот. Поставил рыбу себе сделать. Запах рыбы привлек целую ораву. Это вот он спрятался тут в кусту. Двое убежали, а один вот мелкий тут спрятался. И вот они пищат по ночам. Днем вякают. Ну что ж мне всех их кормить теперь? Да что делать-то? О, господи. Вон, вон. Вон, видите? Я понимаю, что они все жрать хотят, но я их не прокормлю их там штук 12. На помойке-то я столько и... Это ладно, там Костя был, оставались продукты, а сейчас вообще... Рыжая кошка ходит вся больная, голодная. А этих вон, вон их сколько. Что, мяу? Где твоя мать? Мать ее. Угу. Смотрите, какие здоровые уже выросли. А? Были прям незаметные. А уже вон кони какие. Господи. Вот растут-то как. Их так много. Вообще что-то в этом году много всех. Каждый тварь и по паре. Мои хорошие, помните, я вам показывала, какие шишки в дождливую погоду. И вот какие они в сухую погоду. Их сразу как в два раза больше стало. Ну, вот как они не живые? Живые, значит. От дождя закрываются. Дождя нет, они раскрываются. Надо же. Непостижимо вот для меня такие вещи. Ой, мои хорошие. Пошла выносить мусор. Прямо на пешеходном переходе лежит щенок. Ну, совсем небольшой. Не знаю, сколько ему. Ну, небольшой прямо. Ну, что, машина сбила. Да и уехала. Я к нему подошла. Думаю, может, живой. Не живой. Думаю, ну, что, надо хоронить. Ну, а чего? На дороге оставлять? Раскатают машины. Так с дороги отнесешь. Ну, чего? Вот эта вот жара. Мухи. Да ну, надо хоронить. Ну, что, взяла лопату. Пакет большой. На пакет его. Пошла через дорогу. В степи-то хрен выкопаешь же. Солена там. А там вот эта вот куча большая. Она уже сколько лет лежит. Там и оба похоронены. Сбоку от этой кучи. Мне же сказали ребята, что его там похоронили. Ну, давай сбоку копать. Думаю, господи, хоть бы на кого не наткнуться. Копала, копала, копала. У меня нога-то какая, господи, с меня копатель-то. Устала, и нога разболелась. Ой. Ну, выкопала. Сколько могла. Завернула его в этот пакет, да положила. Хорошенький такой. Помесь, мне кажется, с кем-то. Ну, что, закопала. Ой, господи. И вы думаете, это первый раз? Машина носится, как сумасшедшая. Постояла, и говорю, господи, упокой душу его, раба твоего, Боже. Так что-то прям грустно. Ну, а в то же время, ну и чего вот сделаешь? Ну, ну чего? Ладно, хоть захоронила, чтобы не жрали его все, кому не лень. Ну, самой же руки вам дрожат. Руки устали. И ноги тоже. Ладно, сейчас передохну. Да уже время-то полседьмого. Ну, откуда вот взять позитива, да? Вот откуда? То эти котята, которые по двору бегают. И ведь кормить-то их нельзя, но опять же это самое, положила рыбы, да, отнесла туда вот, к помойке. Ведь один раз покормишь, и все, они же все вот эти вот будут тут. Надо заложить под воротами мне чем-то. Ну, это невозможно. Они голодные, мявкают. Мне их жалко, и злюсь я, что они вот все лезут. Ну, в общем, кошмар какой-то. Ладно, грусти, не грусти. А надо что-то делать. Шить мне надоело. Я уже две наволочки ушила. Вот, хочу еще баночку сделать. Только не знаю, с чего начать. Я бы сделала украшение, но не знаю, как его делать. Вот Оксаночка приедет ко мне, мы с ней поговорим, выясним, и я тогда уже сделаю. А сейчас пока вот. Занимаюсь всяким делом. Есть у меня вот такая штука. Ой, девчонки, когда покупала, у меня еще белая такая, и вот такая золотая. Когда покупала, не помню. В Финляндии покупала. Не знаю. В восьмом году. В седьмом году. Не помню. Давным-давно. Ну, вот сколько-то я их извела, но еще вот есть. Думаю, может, эту приклеить. Не знаю. Или вот такую, вот такая салфетка есть. Ну, в общем, короче, это... Толик приезжал. Позвонила ему, говорю, Толик, у меня сигареты кончаются. А ехать неохота в магазин, нет настроения. Сколько тебе? Я говорю, четыре пачки. Сейчас привезу. Привез и так торопился. Даже обычно он приезжает, и мы с ним болтаем полчасика. Нет, тут некогда, говорят, некогда ждут. Полетел. Вот, распускаются. И желтенькие, и такие рябенькие. Слушай, какие. Они, наверное, да, получаются желтые, такие, а потом как-то скрещиваются, да? И получаются вот такие. Ну, вон, еще много будут распускаться. Ну, насколько. Ой, такие интересные расцветки у них. Вообще. Все разные. Посмотрите. Тут прям кусочек. Ну, беленькие. Такие прям интересные. Ну, надо же. Как будто взяли и кисточкой провели, нарисовали. Надо же, вот цветет. Вот он у меня давно. В микроволновке, вроде там и было больше земли. То ли не то место. Чего ему, почему он не отсвел. Непонятно. А тут же отсвел. Посоветовали мне девчонки авокадо посадить? Посадила. Ну, не знаю, пока чего-то не растет. Три штуки я посадила, которые у меня были в стаканчиках. Ну, чуть-чуть там что-то корешки дали. Не знаю. А эти белые. Вот здесь белые с таким вот, господи, что за цвет-то? Бордо? Не знаю, что это за цвет. Вон какие. Ой, а там он наверху. Смотрите, какие тоже. Пополам. Ничего, скоро вообще их много будет. А вот этот рододендром Танюшка купила, его продавали дешевле, он уже был, отсвел. Но сказали, что может еще зацвести. Вот это вот не бутончики, наверное, бутончики. Ладно, посмотрим. А вот этот не цвел. Тоже вон там какие-то штучечки. Мне вот стыдно признаться, но я даже не знаю, как они цветут. Поэтому мне любопытно. Подсолнушек. Высокый вырос какой. Ой, я такой садовод, цветовод. Господи. Сама удивляюсь, когда у меня что-нибудь расцветает. Ну, уже листочки сворачивает. Дело-то к вечеру. Солнышко садится. И она спать собирается. Ну, опять поговорить не дадут. Гляньте, красивое-то какое. Яркое-то какое. Ой, как хорошо. Вечером только комары кусают. И мухи еще не угомонились. Ну, так вот. Не жарко, прям хорошо стало. Вон, еще лужа не высохла. Сколько дождей шло. Вот там вон я щеночка закопала. Там, кажется, все травой взросло, но там куча такого песка рыхлого с землей. Я сверху траву повыдирала и там закопала. Ну что, подведем итоги, да? Как всегда. Что-то день вот пролетел с этим шитьем двух ковриков. Просто вот до четырех часов дня. А потом что-то то, да, сё, да вот и как-то. Вот и день пролетел полдевятого. Сделала себе овощной рагу и немножечко туда индюшатинки. сейчас пойду поем, да пойду домой, а то сейчас комары сожрут. ну вот что. Вон они, одни машины. я так вот не могу говорить. Они меня отвлекают. просто прям. Как будто мегаполис ядрёный. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, вообще. Ну, ну как вот. Вот посмотрите, всё больше и больше. Ну, я говорю, да, что сейчас, середина июля, самый пик. Самый пик отдыхающих. Ладно, зайки. Давайте, и мне надо отдыхать, и вам надо отдыхать. Ну что, как всегда, я вам желаю только хорошего. Покоя, здоровья, гармонии с этим миром и с самими собой. Пусть ничего не болит, берегите себя. Ну, и вообще, будьте счастливы, а? Хоть немножко. Хоть чуть-чуть. Ну, а завтра увидимся. Оно всего-то солнышко-то обойдет, да и утром и появится. Вот смотрите, как по-разному. Вот на самом деле все, вот оно, все. О, и такое, ну, оранжевенькое, бледненькое. А в телефоне яркое прям. На самом деле этого нет. На самом деле ровно оранжевое. Фон такой. А тут вот, ой, еще вон ярко-желтое. Надо же как по-разному. Вот всегда так. А когда надо цвет передать, каких-нибудь бусинок или чего-нибудь, нифига. А тут вон какая яркость, которой на самом деле уже нет. А он еще вот воспринимает яркость эту. Ладно, лапуськи мои, давайте. Давайте до завтра. И пока-пока. Я вас целую и обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok